Аварию на Чернобыльской АЭС называют сельской. Ведь в зоне поражения находятся в основном сельскохозяйственные земли. А основной вклад в дозу облучения человека дает внутреннее облучение за счет радионуклидов, которые поступают в организм вместе с сельскохозяйственными продуктами. Основная доля с высоким загрязнением земель приходится именно на Брянскую область. Загрязнение продукции с превышением нормативов мы регистрируем и до настоящего времени. Хотя, безусловно, доля этой продукции существенно снизилась. От 80% до 70-80% в первый период в 1986 году. Сейчас примерно 2-3% зерновой продукции, несколько выше доля продукции животноводческой. Это зависит от района. Но в среднем это 5-8% продукции животноводческой, которая не соответствует нормативам. При помощи гамма-спектрометра ученые проводят измерения удельной активности гамма-излучающих радионуклидов в пробах почвы растений и загрязненных районов. Мы имеем на выходе вот такой спектр гамма-излучения, где высота, вот это вот желтым, выделены имеющиеся пики, которые на всем фоне, как бы равномерном таком фоне, всплеске, появляются пик. Это говорит о том, что интенсивность в этой области энергии достаточно высока. Она превышает уровень фона. Из почвы радионуклиды мигрируют в растения. Правда, далеко не все. Сейчас примерно порядка 10, максимум 15% доступны для растений. Остальная часть цезия прочно фиксировалась, вошла в кристаллическую решетку минералов и, в общем-то, в принципе, недоступна для поглощения растениями. Затем радионуклиды из растений попадают в организм домашних животных, а уже оттуда в человека. По мнению ученых, снизить уровень загрязнения мышечных тканей домашних животных можно с помощью специфических сорбентов. Темно-синий порошок, формула его железа гексоциана ферраткалия, практически нерастворим в спирте, немножко растворим в эфире, нерастворим в воде. В силу этих свойств он не всасывается в кровь, проходит транзитом через желудочно-кишечный тракт и тем самым не вызывает каких-либо изменений в организме животных. Двухлетнее применение сорбента в Брянской области снизило дозу внутреннего облучения населения в 2,5 раза.